Соответственно, рассмотрим парный вариант синхронизации. Здесь замечательным и сложным является то, что мы синхронизируем уже не только работу своего тела, но и синхронизируемся вместе с противником. Разделим это на несколько ступеней для удобства освоения. Итак, ступень номер 1. Мы с противником ходим. В данном случае он выполняет роль подвижной мишени. Он может идти на меня, от меня, в любом направлении. Моя же задача все время топая наносить ему атаки и, соответственно, подстроиться под его перемещение. Атаки могут быть любые, но, опять же, для того, чтобы не усложнять, выбираем какой-то один вариант. Неважно, либо это мы работаем кулаками, ножом, палкой. Выберите один удар, найдите сначала простейшую синхронизацию. Ступень номер 2. Мы начинаем работать вместе с ним два такта. Защита, контратака. Не работаем в этом варианте парад-репостной игры, когда раз-два, раз-два. Потому что их будет привыкать, если мы только на правую ногу атакуем, а левую защищаемся. Нет. Например, мы делаем два топа. На каждой третий я атакую. Соответственно, он защищается. Раз-два-три. Раз-два-три. Таким образом, один отрабатывает синхронизацию защитных действий. Пока что без контратаки. Я нарабатываю просто синхронизацию атак. Итак, я так буду. Следующая ступень. Защита, контратака. А теперь уже два действия. То есть, например, он меня атакует. Я выполняю на шагах защиту. И контратак. После чего у нас происходит некая бануза, чтобы опять же это не перетекало в пинг-понг. Относительно полусвободный вариант. Он выбирает, в какой момент это делает. Но все мы делаем на шагах без струйворитма. Это важно. Вот это вот еще. Начнем. Следующей ступенью более сложной. Соответственно, будет три танка. Кто начинает, тот и заканчивает. То есть, на тех же шагах я выношу атаку, защиту и выгоду, заканчиваю полную атаку. То он отойдет ритм относительно свободный, чтобы мы не превратились в пустой пинг-понг. Я начну. Как видите, защита может выполняться так руками, так и за счет ухода. Главное, мы сохраняем ритм. Усложняя задачу, пробуем сейчас уже подряд без остановки делать следующий рисунок. У меня две атаки. У него одна. То есть, он дважды защищается, контратакует. И продолжаем без остановки. Не спешите делать это быстро. Включите таймер. Включите какую-то музыку с ровным ритмом. Сначала найдите ритм. Прежде чем что-то рвать, нужно знать, что. Итак, мы начинаем готовы. Раз, два, три. Раз, два, три. Скорость атак будет зависеть именно от частоты перетоптывания. Не наоборот. Нам важна именно синхронизация действий. Как своих, так и синхронизация с действиями. А понятно? Пробуйте. Ищите.